Они снимали на видео. Представители самообороны Запорожья схватили Александра Панченко, когда он пришел в областную администрацию. Его вывели из здания и под руки поводили к ближайшему мусорному контейнеру. В грубой форме радикала приказали казаку залезть в бак. Когда он отказался, его облили йодом и погрузили в контейнер. А потом захлопнули крышку, так что она ударила мужчину по голове. За происходящим наблюдали милиционеры, однако они не пришли на помощь казаку. Поводом для конфликта стало то, что атаман Панченко не поддерживает нынешние украинские власти, из-за чего радикалы считают его предателем. Грузовики гуманитарного консультата не снимали на видео. Представители самообороны Запорожья схватили Александра Панченко, когда он пришел в областную администрацию. Его вывели из здания и под руки поводили к ближайшему мусорному контейнеру. В грубой форме радикала приказали казаку залезть в бак. Когда он отказался, его облили йодом и погрузили в контейнер. А потом захлопнули крышку, так что она ударила мужчину по голове. За происходящим наблюдали милиционеры, однако они не пришли на помощь казаку. Поводом для конфликта стало то, что атаман Панченко не поддерживает нынешние украинские власти, из-за чего радикалы считают его предателем. Грузовики гуманитарного конкурса...